Ярких и необычных боссов в играх очень много, но не все из них могут похвастаться своей сексуальностью, ведь часто оказывается, что персонаж истории запоминается сильнее, чем события, с которым не он связан. В этот раз я расскажу вам про 10 максимально горячих женских боссов из различных игр. Открывает топ Чин Сэйон из Blade & Soul. Сумеречным краем в руке и своим темным чин, наполняющим ее боевые искусства, она выглядит очень соблазнительно. Стремясь отомстить за смерть своего хозяина, она закрутила события, которые поставили на карту весь игровой мир. У нее есть особая способность влиять на слабых людей и использовать их в своих целях. После кое-каких игровых событий, ее возродили без памяти о ее темном прошлом и зачислили в школу, где ее называются Юн. Аренея Хайвент из Final Fantasy 15. Капитан 87 имперской военно-десантной дивизии, под командованием которой находится необычный корабль и отряд наемников. Аренея бескомпромиссная и независимая наемница, чьи мотивы сомнительны. Неясно также, кому она хранит верность. Занимая высокий пост в армии Империи, она не боится высказывать свое мнение о высокопоставленных лицах в правительстве. Несмотря на занимаемый пост, она общается с окружающими в неформальной манере и ведет себя насмешливо. В игре Аренея выступает в качестве босса и временного члена группы. Она хороша в рукопашном бою, но привычнее всего ей в воздухе. Она очень подвижна и сражается копьем. Жанна из Байонетты. Вторая уцелевшая ведьма. В первой игре выступает вторичным антагонистом, но, как оказывается, не совсем по своей воле. Там же спасает Байонету от смерти, едва не погибнув при этом сама. Ее способности и стиль боя аналогичны Байонетте. Характер Жанны агрессивный и взрывной. Отношения Жанны и Байонеты не ясны. Понятно, что они любят друг друга. Но сестринская ли это любовь или романтическая, не знает никто, кроме них сами. Сестра Фриде из дополнения Ashes of Reandel для Dark Souls 3. Она же в прошлом Эльфриде, старшая из трех сестер-основательниц Черной Церкви, которая была нацелена на помощь опустошенным людям из-за проклятия нежити, лишившихся человечности. Как это произошло неизвестно, но Фриде стала негорящей, отмеченной пеплом нежитью, и бежала в нарисованный мир Арианделя, вероятно от своего долга. Там она уговорила реставратора нарисованного мира не сжигать этот мир во имя рождения нового. Сестра Фриде активно использует магию льда и свою косу для смертоносных атак, а в форме черного пламени наносит дополнительный урон магии огня и тьмы. Харли Куин из Бэтмен. Бывший лечащий врач Джокера, которая влюбилась в своего пациента, и в дальнейшем стала правой рукой Джокера. Превосходная гимнастка и психопатка, получающая удовольствие от насилия над другими людьми. Выглядит в игре замечательно, она мастер в обращении с очень многими видами оружия, а после смерти Джокера возглавила его банду и стала еще более сумасбродной. А еще за нее можно поиграть в коротком DLC «История Харли Квинн», которая расскажет предысторию Batman Arkham Knight, где Харли должна проникнуть в полицейский участок и вытащить оттуда свою напарницу Ядовитого Плюща, которая, к слову, также горячая штучка. Акацу и Мария из Нио. Вообще в Нио много красивых девушек-боссов, я расскажу про двух. Акацу темноволосая красавица Кунаичи. Кунаичи также искусны, как воины, шпионы и мужчины-ниндзя, но также могут маскироваться под беспомощных женщин для того, чтобы соблазнять свои цели и ослаблять бдительность их охраны, ну или маскироваться под служанок для сбора информации. Мастерство Акацу в каждом аспекте ниндзя конкурирует даже с ее учителем. В игре она является 23-м боссом с очень быстрыми, но слабыми атаками и простым набором движений. Еще в Нио очень привлекательная светловолосая Мария, финальный босс из дополнения Dragon of North. Она тайный шпион Испании, чья миссия заключалась в том, чтобы создать хаос в Японии. Мария очень ловкая и быстрая, по своему стилю напоминает Акацу из основной игры. Но при этом она чаще пользуется размашистыми атаками, серия из которых смертельна. Так что в бою нельзя позволять ей приблизиться и нанести удар левой рукой, иначе будет получен колоссальный урон. Миван из Devil May Cry Миван также известная как молниеносная ведьма. Это полуобнаженная фея-любовница, ищущая любовь смертных, соблазняя их. Данте встречает Ниван, когда входит в затонувший театр. Она приветствует Данте и флиртует с ним. Но после небольшого подшучивания они начинают битву. Она сражается с помощью комбинаций молний и летучих мышей, которые защищают ее и наносят урон герою. Данте побеждает и она отдает ему свою душу в виде демонического оружия. Альма – ключевая фигура и главный антагонист серии игр Fear. Сильнейший телепат, которая стремится отомстить корпорации, использовавшие ее в серии зверских экспериментов и секретных проектов, направленных на превращение ее силы в финансовую выгоду. В Fear 2 Project Origin в итоге психической связи Альма начинает испытывать романтические чувства к главному герою и хочет от него ребенка. В знак этого она меняет свою форму в сторону красивой обнаженной девушки. Но так как у нее было мало опыта в излиянии чувств, она становится одержимой главным героем. Неспособная контролировать свои желания, Альма на протяжении всей игры импульсивно бросается к нему, сама не ведая, что подвергает его жизнь опасности, но в конце концов она все же получила то, чего хотела. А2 из Nier Automata А2 выступает в качестве главного героя ветви Си в Нир, а также в качестве финального босса ветви Ди. Она мудрая и молчаливая, действует самостоятельно, не опираясь на других. За три года до событий игры она была членом первой эскадрильи на земле в первые годы 14 машинной войны. После смерти ее эскадрильи, ее ненависть к машинам и стремление к их уничтожению становятся ее целью существования. Но даже несмотря на это, у нее есть сострадание, и она не раз доказывала это своими поступками на протяжении всей игры. Королева Ашара из World of Warcraft Королева Ашара была любимой королевой ночных эльфов 10 000 лет назад, с сильной волей, гордым характером и несравнимой красотой. Также у нее был сильно развит магический талант, который превосходил магические умения всех ночных эльфов. Многие считают ее лучшей королевой за всю историю эльфов. И она стала последней королевой, так как ее правление привело к войне древних и великому разлому, который изменил саму суть Азерота. Заключив сделку с Инзотом, Ашара спасла высокорожденных от полного выбирания, хоть это и полностью изменило их и превратило в наг. В истории World of Warcraft Ашара выступает в роли вспомогательного антагониста в Катаклизме и Легионе. А в дополнение битвы за Азерот, она стала главным боссом в рейдовом подземелье Вечный Дворец. А на этом пока все. Если вам понравилась тема и вы хотите продолжения, то пишите в комментариях, каких красивых женских боссов вы знаете. А для вас вещал канал Image Game, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok